СПОНСОРЫ ПОКАЗА ТОРГОВЫЕ МАРКИ Доброго дня, дорогие друзья! В эфире кулинарная программа «Азбука вкуса», а в студии, как всегда в это время, Дмитрий Спиваков и Виктор Митин. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях, та-да-дан, Джек Воробей! О, мое прощение. Даже не знаю, как обращаться. Где фирменная поправка? Капитан Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. А, именно. Да. Так, пока мы с тобой сейчас начнем разговаривать, В это время Виктор обозначит, что мы будем сегодня готовить. Кухня у нас сегодня морская. Да, как раз-таки практически. Сделаем треску на пару с пюре из зеленого горошка и морквы. Ну, как-то по-походному все. Салатница, он же не с вас. Там тунец будет и анчоусы. Но, опять-таки, все-таки морская тематика. Ну, и персики. Я уж не знаю, в коем образом. Ну, персики. Ну, будем готовить персики. Хорошо. Персики Мельба. Так, давайте тогда раздавайте полномочия, кто чем будет заниматься, Виктор. Включите замечательную плиту Ханса. Да. Так, что у нас там происходит? Морну. Да, Виктор. Так, включили плиту. Так, капитан Джек Воробеев, помогай, пожалуйста, нам. Ну, как у нас вода сразу практически нагрелась, нам нужно добавить сюда сахара. Так, добавляем сахар. Сахар? Может, рому? Может, рому? Рому вовнутрь. Так, добавляем сахара немножко. В какое примерно количество? Ну, грамм сто. А потом, зачем же трогать рому? Рому может быть недоволен, если его туда попробовать отправить. Так, хорошо, добавили сахар. Для чего мы малинку в сиропе обвариваем? Мы будем делать из этого соуса, соус мельба. Как долго она должна обвариваться? Ну, она должна провариться 3-4 минуты, но она достаточно быстро будет готова. Так, и потом мы измельчим это все в блендере. Да, поставьте сюда эту замечательную сковородку, на замечательную плиту Ханса. Не забывайте упомянуть название. Да, и я так подозреваю, что сюда мы должны добавить масло президенту. Нет, мы сначала чуть-чуть разжарим миндальную стружку. Для замечательных персиков мельба. Хорошо. А вот эту кастрюльку, давайте отправим вот эту замечательную моркову, из которой мы сделаем потом замечательное пюре. И, не побоюсь этого слова, отправим сюда яйца. Так, туда же, в эту же воду? Да, в эту же воду. Хорошо. Вот гореть нельзя дважды в одну и ту же воду, но посмотрите. Оказывается, можно? Да, по-моему. Так, хорошо. Есть у меня пару вопросов к капитану. Капитан, скажи, пожалуйста, в фильме ты зачастую грязешь камни. Бывает такое? Один момент был. Один момент был. Что ты обычно предпочитаешь в плане кулинарных изысков? Потому что сегодня у нас такая кухня может быть, с одной стороны, свойственной кораблям, а с другой стороны, как бы не очень. Рыба. Рыба. Не люба. Нет, ну, если... Кушать придется. Что, наверное, парадоксально, наверное, но именно морскую рыбу, так сказать, что мы вернулись не... Как-то не очень. А вот камни так намного лучше. Ну, так, я же думал, крабы. Ага, оказалось. Понятно. Будни капитанов. Расскажи, пожалуйста, про них. Вот говорят, есть такая песня знаменитая. Шторм, ерунда, вот полный штиль выдержит намного сложнее. Как ты к этому относишься? Качка. 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 Плохо откачки. А кому ж хорошо? Ну, понятно. Ну, если откачать хорошо, то и хорошо будет. Вот, вот, вот именно. Главное хорошо откачаться. Качаться. Да, качаться, качаться, раскачаться, откачаться. Бывает, качать. Так, дорогие друзья, давайте на самом деле мы все-таки скажем, кто на сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Максим Кирилюк. Это организация под названием Киндерлэнд. Он же капитан Джек Воробей. Если мы с шляпкой. Мое впечатление. Можно накрыть медальную стружку. То есть она будет вкуснее. Да. Если шляпой, рискнешь? Ну, здесь соли морской. Нормально, как раз таки. Специфическая ферментация в морской соли и в шляпе капитана. Максим, скажи, пожалуйста, раздвоение личности у тебя бывает, вот когда приходишь домой, продолжаешь быть в образе капитана, а супруга говорит, вернись уже, наконец-то, Максим. Ну, у меня, во-первых, сейчас уже ощущение, что у меня раздвоение личности, потому что ты, Дим, ко мне как к Максиму относишься. Да, все-таки надо как к капитане. А домой, ну, дома у меня другая работа. Там ты примерный отец. Да, да. И муж. Скажи мне, а вот восприятие детьми сложно ли перестраиваться? Вот ты пришел из дома, да, где ты примерно отец и муж, и необходимо сразу взять шпагу, и у меня боярский почему-то получил. Да-да-да, я тоже так подумал, Дартаньян. Да нет, как бы совершенно не сложно, особенно если все-таки костюм, он как минимум навязывает тебе некий образ, да, то есть, конечно же, уже понакадываешь. То есть, одел костюм и сразу вошел в роль. Так, хорошо. Виктор, что у нас с малинкой? Пора ли нам ее измельчать? Сейчас она должна закипеть. Вот когда она закипит, тогда мы будем ее измельчать. Окей. Значит, прямо сейчас мы продолжаем обжаривать нашу миндальную стружку. Кстати, а вот у нас есть корень сельдерея. Я думаю, капитан Джек Воробей вообще не знал, что такое корень сельдерея. Можно попробовать. Да, пожалуйста, как-то так. Тверденький. Твердый. Да, да. То ли шпага у тебя тупая, то ли корень сельдерея твердый. Есть еще. Есть. Так, сейчас где-то тут лежало. Затачиваю пока шпагу. Мы обычно этим нажиточим. Так, хорошо. Что мы будем в плане приготовления делать далее? Ну, у нас готовится морква. Собственно говоря, миндальная стружка у нас практически готова. Мы можем переместить ее сюда. Уже перемещаем. Да. Так, и далее. Что мы будем здесь обжаривать? Ну, собственно говоря, опять-таки, берем замечательное масло президент. Не знаю, эту замечательную сковородку на замечательном плите Ханса. Так, сколько примерно масла нам необходимо для этого? Ну, пол пачки. Пол пачки. Да, по-доброму, по-доброму, да. И, ну, с фольгой не надо. То есть, иначе спред. Я раздельничался у нас капитан сегодня. Не подходит ваша точилка. Я болгарка, скорее всего. Так, хорошо, топится у нас масло. Сюда же мы добавляем немножко оливкового. И что мы на этом будем нажать? Нет, нет. Нет? Оливковое мыло для фасоли. Ага, то есть, используем его чуть дальше. Хорошо. Так, что у нас с малиной? Отварилось ли уже? Вроде подкипает. Малина, ты заслышишь голосок. Добавьте еще сахар один. Ну, потом, ну, не жадничайте. Я понимаю, что вы привыкли к стевии, то есть, к диетичному питанию. Так, мы сейчас капитану такие неизвестные слова говорим. Стевия, сахар. Думаю, не обидится. Да, по-моему, это варенье. Ну, типа варенье. То есть, это малиновый сироп. Да, именно всего. Его мы сегодня будем готовить. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть костюм Джека Воробья. Примерно какое количество костюмов у тебя еще вот есть в наличии, и количество образов соответственно? Больше сорока. Больше сорока. Кто это? Перечислили, расскажи, пожалуйста. Ой, нашу фсетку я упомню. Это трансформеры, праймы, бамбу, и это... То есть, извини, я тебя сейчас немного перебью. Родители, которые сейчас смотрят нашу программу, вот они вот сейчас должны подвести к экранам детей, потому что я боюсь, что как для меня, так и для родителей большее количество сейчас имен, названий и так далее будет просто неизвестно. Ну, то же самое, как и мне. Спанчбок, Бэтмен. О, современный человек. Виктор, вы смотрите мультики? Естественно. А какой любимый персонаж, Виктор? На ночь ложусь всегда с Микки Маусом смотрю. То есть, без этого просто не заспал. С Микки Маусом ложитесь или с Микки Маусом? С Микки Маусом. Ой-ой-ой, подсек сироп, Виктор. Так, немножко дай. Не огульпы. Так, вот сейчас это уже... Он уже готов. Он сказали, что необходимо, чтобы закипел. В итоге он уже закипел. Так, капитан Джек Воробей. Не шпагой, но рукой. Открой, пожалуйста, крышечку блендера. Вот так вот это делается в бок. Замечательный блендер. Да. А ничего не будет с блендером, если мы горячее добавляем? Да нет. Нет? Там у тебя настолько колба. Так, все. Отправляем это все аккуратненько в блендер. И далее, друзья, нам все это необходимо хорошенечко перемолоть. Так же, да. Опс. Запахиваем. И все это перемолываем. Поместятся? Кто? Все брони. Твои? Туда? Нет. А ты жестокий человек. Не поместятся. Не поместятся. Так, что мы далее делаем с этой малинкой? С этой замечательной малинкой. Так, процеживаем. Дорогие друзья, я думаю, что мы сейчас потихонечку займемся процеживанием малины. В этом нам опять же поможет Джек Варк. Не пей горячо. Что ж ты делаешь, добрый человек? Так, пока процеживаем марины. Что мы будем обжаривать далее, Виктор? Ну, сейчас жарим зеленый горошек. Надеюсь, он не убежит. Винка, пардон. Легкий бардак у нас сегодня на кухне. Ну, ничего страшного, наверное, в этой ситуации это только хорошо. Ну, как-то, я думаю, Джек Воробей внес некую легкую сумятицу. Так, добавляй еще. Только аккуратно, не облименивай. Так, все процеживаем. Да, все целиком. Вот. Так, а как мы это будем использовать на самом-то деле? А это у нас будет в качестве декора и соуса для персиков мельба. А что за персики мельба? Что это за блюдо такое? В каком виде они будут? Ну, классическое блюдо французской кулинарии, десерт. То есть, мы к персикам относимся как-то утилитарно. Купили, да и съели. А французы, вот они негодники, шалуны, любят как-то так возвращаться. Придумали, понимаешь. А у меня вопрос. А почему именно лысые? Мохнатые не подходят? Нет, лысые как раз-таки вот в этой ситуации мой выбор был. С вами сразу? Да, они оптимальны. То есть, мохнатым нужно было там прическу, делать стричь, еще что-то долго. А этот, ну, взяли и сразу как-то вот готов к употреблению. А что мы, как мы будем готовить эти самые персики, Виктор? Мы сейчас отвалим их тоже в сахарном сиропе. Так, дорогие друзья, буквально на секундочку мы прервемся для того, чтобы хорошенечко продавить через сито все, что у нас находится здесь. Я имею в виду малинку. Ну и через секунду вернемся и продолжим приготовление. Ну что же, дорогие друзья, мы сполоснули наш блендер, процедили через сито всю малину. И вот как выглядит... Отправили ее в холодильник. Да, отправили ее в холодильник, что очень важно. И вот, дорогие друзья, как выглядит капитан Джек Воробей в обычном своем обличии. Он же Максим Кирилюк. Да, не Джонни Депп. Не Джонни Депп. Вот сейчас половина наших зрителей, наверное... Ах, черт повери, не Джонни Депп, все. Отвернулись от экрана. Так, вернемся к процессу приготовления. Что нам сейчас необходимо сделать? У нас уже продолжается садерожник. Блендер, блендер. Так, Максим, давай, если тебя попросим сделать, ложечкой в хрань и наперекину. Далее. Далее. Достаем нашу замечательную морфу отсюда. Она у нас так слегка уже бланширована. Можно сюда. Так, давайте и вилочку, наверное. А вот, по-моему, как-то так ее... Виктор, у меня вопрос. Масла стараться туда не добавлять? Нет, для чего как раз-таки та ситуация, когда машу каслом или кашу маслом... Загалариваетесь. Ну, не испортишь. Так, хорошо. Я ее нарезаю кубиками, впоследствии мы ее будем обжаривать. Да, на сливочном масле. Так, обязательно. Максим... Достаем все, все. Так, я сейчас потихонечку достаю горячее, как ни крути. Весь горохе остывает. Да, да, да. Максим, скажи, пожалуйста, сколько у тебя детских мероприятий было уже на твоем счету? Вот есть какой-то счетчик? Есть. Рассказывай. Недавно частное, но то ли, без шим... То есть за исключением благотворительных... Да, да, да. Не концерты, не благотворительность, а именно частные такие дни рождения уже за тысячу перевели. За тысячу. Сколько лет ты ведешь свою деятельность? Ну, так, примерно. Ну, если считать именно детские мероприятия, все-таки, как бы, я больше ставлю на это. Мне это больше приносит, скажем так, удовольствие. Сколько лет? Пять уже, наверное? Около это. Около пяти лет. И, в принципе, за пять лет, друзья, я вот сейчас без лишней скромности скажу, Максим и организация Kinderland, ну, наверное, сейчас считаются лучшими в стране. Спасибо. Не, застань, да и перекладывай, перекладывай, пока я тебя хвалю. Так, хочется сразу вот, дабы принесли мы какой-то пользы, пользы нашей программе, спросить, а как сделать хороший детский праздник? Есть ли какие-то правила, которыми ты мог бы поделиться для того, чтобы наши хозяюшки могли это сделать? Безусловно. Есть несколько очень важных правил. Во-первых, никогда не откладывайте на последний момент организацию праздника. То есть это важно. Бывают разные нюансы. Бывают, когда вы вроде бы для себя выбрали, подобрали... Очень замечательная сковородка. Подобрали какое-то заведение, которое вам больше всего нравится, да? Как правило, по закону подлости, если в последний момент вы решитесь, то... Скорее всего, оно будет занято. Есть еще нюансы, которые, конечно же, надо учитывать, чтобы было комфортно, во-первых, и вам, и вашим гостям, и в первую очередь деткам, и именинникам, естественно. Да, душевно подобрали. Так, по упачке мы масло отправляем в сковородку, и сейчас там будем обжаривать обваренную морковку. Да. Есть еще такой некий фактор тоже, конечно же. Это, безусловно, должно быть пространство. Должно быть пространство для того, чтобы, во-первых, и дети могли не только поесть, да, это не основное для детей. Им важно, внимание, им важно провести время в игре какой-то, да, вот. Очень часто бывают моменты, когда родители думают о том, что день рождения ребенка, ну, он там себе спокойненько где-то поиграется, но... Это огромное... Даже мама, кто родил твоего ребенка, кто его воспитывал, вот сегодня я буду праздновать. Так вот, уважаемые мамы, лучше празднуйте на следующий день, в крайнем случае. Вот, а день рождения ребенка, лучше внимания уделить именно ребенку. Безусловно, это самое важное, да. То есть, даже если вы все равно, да, и взрослых приглашаете, и детей, позаботьтесь о том, чтобы детки не были обделены вниманием. Чтобы, если не вы, то кто-то им дал это внимание, да, там, занять их обязательно. То есть, если вы не заняли детей, они сами себе найдут занятия. И это занятие вам вряд ли понравится. То есть, скорее всего, это будут ободранные обои, подранные занавески. Да, если говорить о квартире, то примерно так, да. Если уже о заведении, тогда уже побольше проблем найдется, там, и битая посуда, и там, и недовольная администрация, и еще что-то такое. Так, Виктор, скажите, пожалуйста, что вы делаете? Значит, сахарную пудру отправили в воду. Да. Что мы будем делать с ней? Мы добавим сюда сейчас вино замечательное. Еще и сахар. Да, еще и сахар. То есть, и пюреруем зеленый горошек. Так, а я пока открываю вино. А я, так, забрасываем сюда наши персики, которые будут у нас персики мель. Так, вот, ментально. Кроме того, забрасываем сюда лавровый лис, гвоздику, и добавим немножко даже кави. Так, вино заливаем сейчас? Да, да. Сколько примерно? Всю бутылку. Друзья, белое сухое вино обязательно. То есть, если в процессе приготовления мы говорим о вине, то мы сразу подразумеваем, что это вино сухое. Так, отправились сюда, ну и далее. Это необходимо оставлять тушиться. Да, вариться. На медленном огне. Ну, доводим до кипения сначала. И потом аккуратненько, чтобы оно тушилось. Так, дорогие друзья, мы с вами пока смотрим короткую рекламу. В это время Максим Корилюк в пюре измельчает зеленый горошек. И в это время у нас поджаривается морковка. Через несколько минут мы вернемся и продолжим процесс приготовления вместе с выдачей полезных советов о детских домах. мероприятиях. И не только. И не только. Дорогие друзья, в эфире вторая часть программы «Азбука вкуса». У нас в гостях по-прежнему Максим Кирилюк, директор компании «Киндерлэнд». Ну, в фартуке президент у нас находится. Любим мы как немножко подшучивать нам нашими гостями. Так, Виктор, что мы будем готовить во второй части? Вообще, расскажите, что мы вообще сегодня готовим. Что мы сегодня готовим? Треску на пару. С пюре из морковки и зеленого горошка. Кроме того, мы сделаем персики «Мельба». Персики у нас варятся в белом вине со специями. Аромат шедевральный. Да, ну и кроме того, сделаем легкие салатницы с анчоусами и с тунцом. То есть яйца у нас уже готовы, собственно говоря. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем пюре из зеленого горошка. И отправляем морковку в наш замечательный блендер. Так, хорошо. Давай тогда я загустим, что... Делаю рыбу. Я отжимаю сейчас на нее сок лимона и немножко соевого соуса. То есть, получается, мы своеобразно ее маринуем. Да. Ну и кроме того, подготавливаю бульон, над которым она будет, собственно говоря, вариться в полу. Ну а я пока прогоняю наше гороховое пюре через сито. Сито, гейто, вспомните. Да, да. Наши слоны не только как там станцуют, но еще и споют, да? Да. Так, хорошо. Возвращаемся давай к киндеруэнду. Максим, чуть позже я тебя попрошу перекинуть это и пюлировать. Скажи мне, пожалуйста, вот ты рассказал до рекламы о том, какие важные элементы необходимо найти в организации детского праздника. Скажи мне, а случались конфузы у тебя во время мероприятий? Это же самое забавное. Да, бывает. Периодически как бы как без этого, да? Порой и человеческий фактор срабатывает, и много-много разных обстоятельств. Был момент, когда мы подъехали на мероприятие, все как бы оговорено, все отлично. Перед этим мы разговаривали непосредственно с заказчиком. А что вы понимали, это заведение с несколькими залами для торжеств. И мы, значит, все это там, диджей готовится с аппаратурой, со всеми делами. Я в гримерке переодеваюсь, все хорошо. И вот уже пора выходить. Диджей прибегает и говорит, слушай, странные заказчики. Я говорю, что, он говорит, ну я долго не мог понять, что они так мне удивляются, но я не могу найти саму заказчицу. Говорю, окей. И она сказала, я звонил, она сказала, она здесь. Разберись. В общем, в итоге, естественно, оказалось, что мы... Что вы в другом зале. Да. Что практически я уже собирался выходить с официальной другой компании. А причем та компания совсем этому не возражала. Ага. Вот. А мне уже начала названивать наша непосредственная заказчица, которая... Вы же сказали, что вы уже подъехали. Где же вы? Я говорю, вот мы тоже думаем, где же вы? Вот, бывает. Скажи мне, а бывает, что вот ты как выходишь в этом костюме Джека Воробья, но Джонни Депп-то долгое время был секс-символом Голливуда. Бывало ли, что заказчицы такие подходили? Максим, а дальше ты остаешься с нами. Именно... Ты серьезно? Я сейчас думал, я пошутил, как бы, и на самом деле такого в нашей стране не было. Да, конечно, бывали, но это скорее как шутку, да, то есть это не полный серьез, то есть происходило. Но, тем не менее, да, было и такое. Было и такое. Расскажи, пожалуйста, а было ли, что дети, вот ты выходишь, они не верят? Знаешь, такие маленькие Станиславские. Конечно, и периодически пытаются выяснить, там, парик ли это... Настоящая либрана? Да. Но благо уже настоящая. Бывают, бывают хитрецы, которые не подают никаких признаков, и только в какой-то момент раз ручка к твоей бороде. Так у меня уже выработался рефлекс. Я, если вот ручка возле моего лица оказывается, я ее сразу ловлю, потому что без бороды. Иначе оторвутся. Да. Сейчас-то она у тебя настоящая, раньше ты был безбородой. Сейчас-то уже бородатый, можно и полщеки оторвать. Так, Максим, я тебя пока попрошу... Перебрасываем. Вот сейчас масло можно перебрасывать. Сейчас, да, без масла. Перебрасываем это все аккуратненько в блендер. Вот. И чуть позже мы это все оперируем. Так. Ай-яй-яй, маленький конфузик случился и у меня на кухне. Так, друзья мои, а у меня с этим опыт небольшой. Но тут уже придется постараться. У меня с шариками больше опыт. Вот так, все очень просто на самом деле. Не усложняем ничего. То есть, вот так. На самом деле, вот по аромату, то, что выходит из персиков, очень напоминает по запаху глинтвей. Ну, можно сказать и так. Запах вина, запах гвоздики, может быть, немного лаврушки и так далее. Скажи мне, а раз ты сказал, что у тебя с шариками опыта больше, скажи, пожалуйста, сколько вообще примерно ты знаешь возможных вариантов сбора шариков? На самом деле, как таковой задачи у меня, по сути, в этом нет. То есть, обычно на мероприятиях, ну, скажем так, пару-тройку элементов необходимо, да, дальше уже не до этого. Потому что экшен, потому что все-таки, если затягивать одним действием длительный промежуток времени, тогда просто дети теряют интерес. Поэтому какие-то элементы и дальше. Да, то есть, это больше скорее вопрос относится к девчонкам, которые занимаются оформлением шарами и так далее. Вот. Но, тем не менее, могу сейчас показать, ну, три варианта, допустим. Так, давай сначала, тогда, да, филируем морковочку и сразу после этого ты покажешь, как делать шарик. Ну, что же, дорогие друзья. У нас морковочка уже пюрирована, горох зеленый тоже пюрирован. Нам необходимо отправить обжариваться фасоль. Делать мы это будем, наверное, в оливковом масле. Почему в этой ситуации оливковое масло правильнее? Ну, потому что мы заправлять будем оливковым маслом уже салатный суаз. А, то есть должно быть одно общее, получается, целое. На самом деле есть разные варианты, но мне нравится, когда фасоль слегка обжарена. То есть сказать, что есть какая-то каноническая версия или не каноническая, достаточно сложно. Ну что же, добавляем тогда оливковое масло и сюда же замороженную стручковую фасоль. Нам все не надо, так. То есть чуть-чуть совсем. Давайте вот как-то она... Да, приоткроем немножко. Да, за весу тайны. Так, сколько примерно нам необходимо сюда фасоли? Посмотрите, пожалуйста. Все, хватит. Все, хватает. Ну и пусть она обжаривается. На большом огне, на маленьком? На среднем огне. Поставьте где-то на семерочку. На семерочку. Позволяет. И давайте вот сейчас перейдем как раз-таки к нашей треске на пороге. Я ее замариновал в лимоне. Да, и в сливом соусе. Да. И добавил немножко морской соли. Вот так ставим два кусочка. То есть и можем немножко градус поднять. И накрываем крышкой. Прячем под крышку все это. Хорошо. Вот так вот аккуратненько мы все это накрываем. Ну а пока, как обещал Максим, он нам показывает методы завязывания шариков. Легко. Покажи. Как это обычно делается? Как это происходит? Вот всегда хотелось научиться. Знаешь, вот когда приходишь в цирк и фокусники берут в этот шарик. Собачка. Красный, зеленый, синий. Давай красный. Держим. Угу. Ну, для начала. Для начала, чтобы вязать правильно шарики, тебе нужно научиться их надувать. Ага, попробуй. А может вот этой штукой? Нет? Ладно. Ой. Я думал, у меня не были очень легкие. Нереально. Ну как, специальные какие-то шарики? на самом деле на самом деле есть люди у которых это очень довольно таки просто получается вот ну естественно у нас есть под рукой специально иногда бабах ты слушал на всякий случай немножко это эти иногда даже больно бывало что деток так немножко ну как шлепала шариком бывает да бывает когда в ручках у них но это опять же тоже факторы влияют да там травку дотронуться до травки шариком лежит на солнце не полежали они потом начинают лопать вот это бывает не очень приятно конечно но в принципе пережить можно что мы будем делать а какие варианты есть что выбрать давайте начнем собачек давай начнем с собачек я вообще думал что собачка это самое сложное нет это одно из самых простых собак бывает рассказывай как это делается так давай наверно накачаем второй шарик для того чтобы я сразу за тобой пытался это все повторить тут оказывается еще и надуть шарик не так-то просто придерживай рукой его оба хорошо хорошо причем он качающий в одном направлении в другом да так он не лопнет у меня сейчас нет думаю что уже нет это возле моего лица страшно все хватает не может а еще чуть-чуть фиксируешься еще чуть-чуть главным надувателем так все завязывай шарик необычного прикасаться вспоминая белодону и поросенка фунтик меня надули да 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 мне почему-то из этого мультика вспоминается почему вы сказали именно фунтик не килограмм не грава и не про фунтика да 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 так рассказывай что мы делаем с этим далее так уважаемые хозяюшки смотрите внимательно будущем порадовать ребенка на кухне а и так с той стороны делают этот бантичек 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 и загибаем вот таким образом он не лопнет нет нет причем здесь можно регулировать во первых это у вас будет голова да то есть это получается вы можете и такую здоровенную голову сделать мы берем простой самый простой вариант никаких пуделей просто собачку то что у всех получится вот в это же время мы можем и мордочку регулировать это вот мордочка сейчас пережать это получается да 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 то есть вот я себе допустим делаю такую таксачку с длинной мордочкой дима что-то вроде так часика или что потом скажешь на тебя похоже я себя чувствую маленьким ребенком да это только начал значит передавили пальчиками да и закручиваем буквально три-четыре раз он точно не лопнет ну почти 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 100 процентов даже немного отошел так раз два три четыре есть да и вот поверни вот так то есть боком немножко опа отлично вот голова да да дальше дальше шея у нас будет шея опять же можем регулировать длину шеи да можем регулировать длину лапок я себе до региона и завязываем перегибаем и вот уже у нас она с передними лапками ого это порода новая длина длина шея так да скажи мне это специальные какие-то шарики нужны чтобы они выдерживали такое количество поворотов как безусловно да они специально для этого и сделано а окей дальше дальше так понимаю перегибаем здесь верно более того можешь регулировать длину тела соответственно и хвост да то есть если ты возьмешь поближе к передним лапкам у тебя получится такая вот кэссо да если возьмешь подальше получится длинная но с коротеньким хвостом делаем так вот и все не бойся я и сам боюсь так оба вот гениально и просто получилось таксо отлично просто есть я теперь буду знать чем своих детей было бы назовешь давай назовем ее фунтиком фунтик а почему почему не грамм ни полфунтика а именно фунтик а да 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 что то попроще так давай оставляем собак вот здесь вот пусть они сегодня украшают нашу студию так вернемся немножко к процессу кулинарии и в следующей части ты покажешь еще какой-нибудь способ завязания вот так вот таких вот шариков вспомним так виктор что у нас с точки зрения кулинарии сейчас происходит расскажите пожалуйста давайте вернемся из детства на кухню давайте подготовимся к салату ница да так вот вот эти черешки убираем листья листья необходимо ли порвать да да то есть просто рвем в произвольной форме да далее что мы делаем мы открываем нашу замечательную баночку замечательным тунцом да причем дорогие друзья важно чтобы тунец был кусковой да таким образом он будет смотреться немного получше но я тоже по консистенции до берем вилку и достаем его и в произвольной форме набрасываем куски соответственно без масла без так произвольный срезом набросили дальше с безом да дальше 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 то есть выкладываем нашу фасоль она у нас уже обжарилась да также выкладываем производится да да так хорошо аккуратненько выложили берем два яйца заметьте себе ощущаем их от корлупы первоначально все а то есть не так и надо да 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 то есть на всякий случай да и нарезаем на четыре части то есть крупными кусками как как любите да а вообще салат ниц это чего производства салатик то откуда появился ну судя по названию как из франции да да то есть классическое блюдо французской кухни коттеда зур лазурный берег все очень буржуазно так ну и на четыре части нарезал я яйцо да дальше 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 берем выкладываем помидоры также в произвольной форме и куда мы пусками и чем это все мы в итоге заправляем заправляем на оливковым маслом а чето бальзамика так не сейчас чаще так дима дима ну куда вы спешите как вам не стыдно можем вот оливковым маслом немножко а чето немножко лимона так еще хватит хватит так чуть-чуть морской соли чуть сюда же крупный причем крупного помола да как это перемешиваем у нас есть венчик дима конце концов то есть раз мы уже готовим французскую кухню которая известна своими традициями традиционным взглядом к еде да тогда все делаем исключительно по правилам да да и потом этим аккуратненько поливаем сюда заправляем ну и уже можно считать что салат нет 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 подождите ты запоминаешь как мы стараюсь я вот тут прям записываю супруга будешь потом удивлять таким салатом попробуем берем анчоусы выкладываем анчоусы в производстве выкладываете тогда вы своими руками так друзья тишки ленчоусов маринованная насколько я понимаю да да то есть вот так своя шкодливой рукой ну посмотрите ярко красиво сочно такая явная морская тематика так но и далее все это мы украшаем луком да это все необходимые перемешиваются лучше как-то так при упадке когда надо сейчас секунду и это еще не все до маслины маслины это как последний штрих вот 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 так ну то есть у нас картинка вроде бы вышла ну что ж дорогие друзья вот так вот выглядит салатница классической канонической его нет не скажем каноническая все-таки да некоторые фьюжн почему потому что когда говорят о канонической версии мне кажется но канонические версии на самом деле если нескольких блюд может быть и у него есть своя каноническая версия но сейчас это больше фьюжн все окей дорогие друзья в любом случае мы приготовили уже салатница далее следующей части что мы будем делать вот у нас треска набирают на пару и мы уже сделаем перчики бельба все это через несколько минут после короткой рекламы вернитесь обязательно посмотрите будет любопытно дорогие друзья в эфире третья заключительная часть программы азбука вкуса у нас гостях по-прежнему максим кирилюк директор компании киндерлэнд дорогие друзья у нас готов салат ница прямо сейчас мы значит получается что мы будем делать виктор мы достаем нашу рыбу да мы наши достаем нашу треску сделаем на пару дмитрий в принципе она уже готова можно дать декорируйте блюдо треской а в это время сделаю персики мельба треске подаем в виде гарнира гороховое пюре и морковь да нам нужно будет только подсолить наше пюре на всякий случай попробовать по вкусу если морковку осолил то гороховое пюре чуть-чуть добавить сюда давайте тогда сразу так немного добавим так виктор расскажите пожалуйста о том как вы будете делать персики мельба мельба собственно это соус из малины называется которым мы будем поливать эти персики то есть персики у нас готовы мы отделяем от косточки их а так вообще можно использовать вместо персиков какие-то другие фрукты французы почему-то очень любят персики в этой ситуации а вот вместо малины можно черную смородину использовать красную смородину то есть точно так же ее сделать проварить немножечко и так далее так хорошо я в принципе выложил треску прямо сейчас мы возьмем друзья вот такую формочку которую используем для того чтобы не до французы бы очень обиделись пожарном есть момент любое блюдо за края тарелки не должно выходить то есть неправильно так все вернули в каноническую версию так прямо сейчас я закладываю наших гороховое пюре делаем это с помощью небольшой мерной ложечки вот и вот таким вот образом мы попробуем сейчас ее аккуратненько ну я поливаю соусом мельба персики мельба и сюда добавим же мороженое нет не хочет он из значит просто аккуратненько мы это выложим вот так вот так массе я знаю какое-то количество времени назад у тебя был еще и определенный детский фестиваль расскажи пожалуйста как тебе в голову пришла вообще идея создать детский фестиваль для чего тебе это было надо ну это старая идея давнишние это по сути что я мечта была такая да чтобы эти как мы привыкли обычно детки у нас выступают ну цветом выучившись чему-то да там то есть идея была в том чтобы детки не просто ну извините за сравнение как но дрессированные выступали а чтобы они еще открылись что было какое-то интересное действие в которое бы они погрузились именно именно да то есть это мы проводили мастер-классы где они разносторонние участвовали и развивались да то есть и рисовали и танцевали то есть даже те детки которые показывали какие-то театральные постановки они и в то же время пробовали и танцевать и рисовать и все это достаточно так разносторонне интересно проходила вот причем в этом участвовали и люди абсолютно случайно прохожие то есть и и с удовольствием и и взрослые то есть я на самом деле один раз видел мероприятие которое вы организовывали это было в сквере театра оперы и балета очень такого масштабное было действие с огромным количеством атрибутики и так далее то есть я так подозреваю размахнуться душой ты иногда любишь кто же не любит конечно ты еще обещал показать и еще один способ завязывания шариков это вот то что наверное интересно лично мне вот это чем можно побаловать детишек ну скажем так это же своеобразная магия наверное какая-то особенно когда ты этого удовольствие получаешь конечно конечно вообще все вот даже вот виктор видно что получат от этого огромное удовольствие правильно то есть по сути любое дело которое делаешь с удовольствием оно приносит плоды и контакт и дает обратно конечно как любим говорить да будешь пробовать давай конечно попробую с удовольствием пожалуйста так держит а то есть ты уже как бы больше теоретически показывать что и как делать так наполняем так чтобы чуть-чуть совсем оставалось про нет сейчас уже не надо еще до конца еще оп стоп нормально снимай завязывай отпускай сейчас я немного выпущу все-таки воздуха потому что чуть перейду сейчас главное чтобы он не лопнул когда его буду завязывать не хотя бывает бывает моменты все-таки знаешь как бывают слабые места до эффекты возможно какие то конечно то есть сейчас мы будем вспомним джека будем делать шпагу 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 тоже как звон бокала с детства нам ласкает слух шпага многим показала что такое прахи убрал это если помните виктор раньше особенно когда вот не было огромного количества разных игрушек дети брали и делали эти сабли из подручных средств балку какую-то насаживаю даже вариант да кто-то из досок соблюдил а кто-то допустим шпагу брали консервную крышку когда насаживали на эту палку и были счастливы на самом то деле так с палочками бегали из-за угла а сейчас приносишь им практически копию настоящего пистолета что так это не очень до балованные молодежь в игре на компьютере она реалистичнее да да показывай как шпага делается и так внимание тоже будем делать элементарную самую простую потому что есть множество вариантов как с теми же собачками также и со шпагами опять же загибаем той же стороны где почему почему с той же стороны где надувалась потому что здесь напряжение сильно отсюда воздух пока ты надуваешь уходит по чуть-чуть если с этой стороны и сильно надул то может бахнет вот тоже таким же макаром как и собачку сдавливаем пальчиками ты хотел пробовать да окей и закручивать крути так еще получается вот похоже похоже на собачку да разве что с короткой мордой жира все кинеза пикинесс вот теперь элементарное действие просто возьми хвостик этого пикинесса и между ушек ему про день до вытягивать вытягивать и мальчики тянуть да стоп 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 вот все хорошо вот пожалуйста шпага нет неправильно почему это какие-то вот так вот правильно сбылась моя детская мечта у меня есть теперь шпага из шарика так дорогие друзья возвращаемся к кулинарии виктор персики готовы на декорировали их нашим соусом мельба мы поставили по шарику мороженого но вы пока занимались шпагами мороженое слегка поплыло ну все-таки лето жара да как в принципе это необходимо поедать сразу как только это выжим ты посыпали миндальные стружки миндальными ноготками веточка мяты и собственно гре готова треска на пару у нас тоже готова с пюре и зеленого горошка и морковки и салатница и салатница мы приготовили в прошлой части по походному все быстро очень представляете как это все пахнет виктор горит по походному я себе представляю как наши граждане берут собой в поход треску мороженое филе анчоусов и так далее ну что ж максим тебе спасибо большое от меня отдельная за то что ты показал как это все замечательно делается я надеюсь что то что ты показывал и рассказывал было полезно нашим хозяйшкам которые захотят наверное удивить своих детей я тоже надеюсь я бы еще больше рассказал но придется нам тут до вечера готовить и до следующего и до следующего вечера тоже ну что же дорогие друзья на этом мы с вами прощаемся желаем приятных приключений на кухне пусть даже несколько воинствующих главное чтобы в роли нападающих были вашим детьми именно с вот такими вот игрушечными шпагами всего доброго до следующего воскресенья спонсоры показа торговые марки президент ханса и а и 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